Планирование совместных детей. Один человек хочет, а другой нет. Ты логично соединила планирование совместных детей. Это не планирование? Ты была на лекции вчера? Не была, да? Специально для вас. Планировать совместных детей. Это очень странно звучит, но в моем мире так. Планировать совместных детей должна женщина. Если женщина готова и хочет родить ребенка, она его рожает, потому что у нее есть муж, который занимается с ней сексом. Если мужчина не хочет иметь детей, он не должен заниматься сексом. А если передумал? Ты меня слышишь? Передумал что? Передумал заводить детей. Значит, и секс передумал, да? А секс не передумал? Тут, соответственно, и случается конфликт ссора. То есть ты выясняешь, что идем дальше как? Идем вместе или идем по-разному? Просто в готове получается. То есть мужчина не хочет детей, не хочет с тобой спать. И спать с тобой. Ну нет, конечно, да. Нет, то есть он хочет с тобой спать, но детей не хочет. Заботиться и доставлять приятные волосы. Солнышко, еще раз. Нам все остальное похер. Нам трахаться и дети. Две функции и все. То есть он хочет с тобой спать, но детей не хочет. И из-за этого конфликт. Не спи с ним. Скажи, от секса рождаются дети. Не хочешь детей, значит нам надо не заниматься сексом, потому что процесс очень... А что будет, если я как бы... Ты не хочешь детей, а вдруг я забеременею, ты будешь... Нет, тогда давай серьезно подойдем к вопросу. Давай как-то, давай без секса. Нету секса, нет детей. Я тебя понимаю. Это твое право. Потому что если вдруг секс и ребенок, что мы его выковыривать будем? Ложкой вычерпывать оттуда? Это очень вредно для всего. Если он говорит, да я хочу, трахаться будем, а детей ты за этим следишь, чтобы не было. Тут можно сказать, пошел ты, нахер. Запиши. Мам. Спасибо. Ты молодец, конечно. Ну, Сон, ты ж... Я по мотивам твоего вопроса. Ты на себя не... Ну, я... Потому что вот же тоже девушка сидит, ей тоже нужно... Я знаю, эта мантра, я для нее тоже сказал. Ты можешь так не говорить. Я говорю, идеальный вариант. Мы вчера... Все остальные знают, да. Секс, секс, он создан для зачатия детей. И радость от секса, это побочный эффект. Наша жизнь испорчена обилием контрацептивов, которые не являются стопроцентными. Не являются. И когда женщина живет в мире, где она ответственна за то, чтобы не родить, ее в этом... Попробуй только родить, я не хочу. Какой нахер секс? Прикинь, у тебя секс, когда ты понимаешь, что, блин, на тебя такая ответственность. Не дай бог. Что-то там случится. Да я быстро, я успею. Да ну, друзья, это все фигня. Все это фигня. Можно забеременеть даже, ну... Ну, мы вчера шутили по поводу. Ты меня услышала? Ну, опять же, до этого нужно дорасти. И как бы, когда люди в браке, они должны обсудить эту историю. Обсудить. Потому что дети могут родиться. И если мы сейчас начнем анализировать... Ну, давайте по-честному, да, вы взрослые люди в семьях, с детьми. Что, у вас дети прямо у всех по плану случились? Нет. Конечно нет. Как только какие-то планы... Как только какие-то... Как только нужны дети, хер зачнешь. Там уже задолбался. И за ноги ее трясешь. И через ухо пробу. Нету детей, и все. Как только решил детей не заводить, блин, пухнет, зараза, ну... Как кошка. Понимаете? Поэтому, когда ответственность за детей свалилась на женщину, она вообще, она будет лишена секса. Она не сможет расслабиться. Нормальный секс, когда женщина понимает, что мужчина, который с ней сейчас, он готов взять ответственность вместе с ней за этих детей, которые, гипотетически, могут случиться по-любому. А не то, что ты в абортарии уже купил себе проездное, и там каждые полгода туда подчистить, и я опять как бы... Есть ли у супругов абсолютно разные увлечения?